Дети И как вообще это происходит Об этом мы сегодня поговорим с гостем студии Это Елизавета Бородина Региональный представитель движения Поисково-спасательного движения Лиза Алерт В нашей области Елизавета, добрый день Добрый день Да, действительно, дети теряются в лесу и в городе Наверное, что касается детей Дети больше теряются в городе, к сожалению К огромному удивлению, самое главное Потому что, кажется, город, цивилизация, кругом люди Как можно потеряться? Ну, это элементарно Если это говорить про младший возраст То есть, да, до 10 лет Даже там до 7, до 8 лет Ребенка выпускают руку Ребенка выпускают И все, ребенок убежал Есть такие случаи, что Мама двое детей Идут с магазина, с торгового центра Все у них хорошо Дети просят остаться на площадке на 5 минут Мама зайдет домой, отнесет продукты Вернется с детьми Мама заходит, следом заходит старший сын Мама начинает ругаться, что младшего оставили одного во дворе Выходит, а ребенка нет А это там Жилой комплекс, все огорожено Камера территории Вроде как, ребенок в безопасности Он в своем дворе Но, к сожалению, дети под шлагбаумом проходят незаметно Для охраны И ловили таких детей Один шел за ежиком А второй пошел за мечтой Это как? Вот В халатке, в магазин? Мы не особо уточняли, за какой мечтой пошел ребенок Но, к сожалению, да То есть, закрытая территория жилого комплекса К сожалению, не является для ребенка безопасной Опять же, если говорим про походы в торговые центры А это места массового скопления людей Либо сейчас лето, будет достаточно много крупных мероприятий В том числе и в Тверском регионе Всегда просим перед выходом на улицу На мероприятие Фотографируйте ребенка Именно в той одежде, в которой он идет на это мероприятие Очень важно одевать ребенка ярко на мероприятие Обычную маечку, темно-синенькую На мальчике в толпе заметить будет проблематично А вот ярко-салатовую или ярко-оранжевую Яркую кепку Кепка яркая, сандалики яркие Их будет издалека видно Это в глаза бросается На это человек обратит внимание И вот эти яркие элементы одежды Они очень помогут в итоге найти ребенка Если предполагаем, что мероприятие закончится Когда на улице уже будет темно, темное время суток Позаботитесь о светоотражающих элементах Есть великолепные браслеты, которые просто защелкиваются на руке Но тем не менее, они светоотражающие И в свете фонарика, либо фонарей уличного освещения Эти полосочки очень хорошо видны А где такие браслеты купить можно? В книжных магазинах они продаются В палатках там Союз Печать Вот в таких вот канцтоварах Они очень хорошо продаются На маркетплейсах их можно заказать Они на самом деле там стоят копейки Порядка 50 или 70 рублей Но в случае безопасности Вашего ребенка Это действительно минимальная сумма Это то, что можно каждый себе позволить А такой момент Может быть не просто браслет купить А на нем написать, допустим, Вася Иванов А может даже телефон мамы? Это можно сделать Но в этом случае браслет легко можно потерять с руки ребенка Если говорим про одежду, то можно заказать термонаклейки Что это такое? Это вот как если в старое советское время Нам на одежду пришивали имя, фамилию ребенка Делались такие То сейчас это можно заказать И через утюг термонаклеечки Также на затылочную часть ребенка Сделать переводилочку И там будет номер телефона, имя мамы Или там номер телефона, там позвоните сюда А вот говоря о позвонить Казалось бы сейчас у Наверное всех детей Ну начиная с 6, но с 7 лет точно Есть сотовые телефоны Как же так? Вроде бы человек находится в городе Не может позвонить, мама и заблудился Ну, к сожалению, дети по невнимательности не замечают, когда садится телефон И могут потерять Потерять и разбить Как правило дети теряют телефон И в стрессовой ситуации они не могут вспомнить телефон мамы, папы наизусть Вот везде опять-таки та самая термонаклейка очень поможет Да, она очень поможет Это все-таки не бумажка в кармане, которую ребенок потеряет Не браслет, который ребенок потеряет А это то, что останется на одежде с ребенком Некоторые родители даже с обратной стороны рукава делают А куда лучше крепить советному родителям? Тот же рукав, затылок То, что вот не видно будет со стороны постороннему человеку Вот Также просите ребенка обратиться на островки безопасности Объясните ребенку, что есть островки безопасности Что это? Это торговая сеть Пятерочка Торговая сеть Вкусвилл Перекресток И в Твери Сбербанке Там сотрудники проходят обучение на базе Центра поиска пропавших людей При поддержке отряда Лиза Алерт Сотрудники этих магазинов знают, как общаться с детьми Что им можно давать, что нельзя давать Они передают всю информацию о найденных детях Телефон горячей линии И, собственно, передается информация в отряд Здесь уже подключаются поисковики с поискового отряда Которые просто помогают отвезти ребенка домой Либо родителей привозят к ребенку Но в любом случае Ребенку на стульчике в магазине Будет гораздо безопаснее Нежели он будет гулять по городу Потому что город это светофора Это достаточно сильное движение А дети не всегда очень Не всегда внимательны к транспорту И в этом случае ребенок может сесть в автобус И уехать на другой конец города Если не в другой район региона Если потерялся ребенок Вот такой совет Может быть, нас сейчас дети не смотрят Но родители смотрят Чтобы они научили ребенка Кому в городе можно подойти и сказать Здравствуйте, я потерялся Подойти можно Это сотрудник полиции Это продавцы в магазинах То есть зайти в любой магазин Тетя, я потерялся Я потерялся, да Можно позвонить Либо это родители с детьми Так называемые безопасные Взрослые Потому что взрослые бывают разные Взрослые бывают разные Как показывает В том числе поисковая практика Не каждый взрослый Это безопасный взрослый К сожалению, дети погибают От соседа по подъезду От соседа по даче От мамин, папин Коллега по работе То есть ребенок Видел этого взрослого У себя дома Он считает Что ему можно доверять Так называемые Безопасные взрослые Он попытается Уйти с ним И к сожалению Это не всегда заканчивается Хорошо Иногда это заканчивается Очень трагично То есть есть конкретные случаи Да, есть конкретные случаи Это не один и не два Случа К сожалению И каждый год Эти случаи повторяются В любом случае За безопасность детей Отвечаем мы взрослые И это наша задача Объяснить И рассказать И показать им Что значит безопасно Что значит небезопасно Попробуйте со своим ребенком Но это больше говорят Инструктора школы безопасности Когда приходят На детские беседы В школу, в садике Они объясняют В том числе и детям Что попробуйте сделать Кодовое слово с родителями Это слово Которое знает Мама, папа, бабушка, дедушка А как это на практике работает Условное кодовое слово Там не знаю Микрофон И Вот У вас ребенок в садике К нему приходит Ваш коллега с работы Говорит Я вот там Коллега твоего папы Пойдем со мной Он говорит Кодовое слово Он там Мыльница Это родителям Вот конкретный лайфхак Да, он там Мыльница Ребенок говорит Нет Я с тобой не пойду Значит ты пришел Все-таки кодовое слово Все-таки детсадовец Детсадовец Это не 12-13 летний Если с ребенком Это проговаривать Постоянно Важный момент Каждые 2-3 дня Повторять и делать Это можно даже В виде игры То ребенка Это усваивает Очень хорошо И потом Применяет на практике И к сожалению Мы получаем Обратную связь От родителей Когда Родители говорят Что да Пытались Ввести ребенка Ребенок не пошел Ну наоборот К счастью Да К счастью К счастью Что ребенок не пошел Это работает Это не какая-то глупая Придумка Не имеющая отношения К реальной жизни Нет Это работает Есть конкретные случаи И я очень надеюсь Что это спасло Жизнь Нескольким сотням детей Ну что ж Понятно тогда У нас эфир наш Подходит к концу Была программа Тема дня Комментарии У нас была В гостях Руководитель Региональный Региональный Представитель Правильного движения Лиза Олера Тверской области Елизавета Бородина Елизавета спасибо большое За конкретный совет Уважаемые родители Вы услышали Надеюсь Будьте внимательны Следите Чтобы телефон У ребенка Был заряжен Напишите Как-то Какие-то контакты Вот Есть специальные Даже вещи Которые можно наклеить Все что угодно Чтобы если телефон Разрядился Чтобы у ребенка Был Так или иначе Ваш номер телефона Чтобы он мог вам Позвонить Там с чужого Телефона Чтобы какой-то Взрослый полицейский Мог позвонить Как вы слышали Не нужно Прибывать Самоуспокоение Дескать Мой ребенок Нигде в лесу Он лет проведет В городе Поэтому в городе Потеряться нельзя Вы слышали, к сожалению В городе Дети теряются Даже чаще Чем в лесу Поэтому Будьте внимательны Это была программа Тема дня Комментарий Всего хорошего Спасибо, Лиза До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok